Начиналось это все с того, что действительно шла два ряда машин, автомобиль Гелендваген двигался в крайне левой полосе, там часть автомобиля двигалась в средней полосе, и мы все знаем, что в том месте, я убежден, что все автолюбители, которые здесь находятся, знают, что в том месте разрешен с левого ряда поворот налево и запрещено ехать прямо. Автомобиль Гелендваген ехал в левом ряду, но поехал прямо, и ему сложно было перестроиться, потому что ему нужно было ехать прямо, и действительно он попытался, как говорят, влезть носиком между автомобилем Мустафы Найема и впереди идущим автомобилем. Ну, учитывая движение в городе Киеве, мы все прекрасно знаем, что такие ситуации бывают, и, как правило, в этих ситуациях все пропускают, да, мы понимаем, что ребята поступили не очень хорошо, и мы в этом аспекте не обеляем их, действительно, это не совсем красиво, это всегда раздражает, но всегда пропускают, потому что, ну куда эту машину уже девать, да, мы прекрасно знаем, что раз такая ситуация уже возникла, либо я ее пропущу, либо пропустит следующий автомобиль. В данном случае Мустафа Найем решил не пропустить, это мы, ну, это его право, не вопрос, вот, но не пропустив этот автомобиль, обычно все участники дорожного движения, не пропуская автомобиль, ну, продолжают двигаться дальше. В данном случае нам сложно определить почему и зачем. Мустафа Наем решил остановиться, преградил дорогу этому автомобилю, поджал, не было куда деваться автомобилю, все остановились. Но лично нам непонятно зачем это сделал Мустафа, ситуация этого не требовала абсолютно, ему достаточно было просто проехать прямо и тогда этот автомобиль просто бы влез за ним и продолжил бы свое движение и в этом аспекте ситуация была бы исчерпана. Ну Мустафа решил повести себя по-другому, но мне сложно понять как адвокату и как автолюбителю, который постоянно ездит на машине и сталкивается с такими ситуациями неоднократно в день, мне сложно понять на что рассчитывал участник дорожного движения, когда он преградил путь другому автомобилю, при этом вышел из автомобиля и выяснить отношения. Мне сложно сказать на что при этом человек рассчитывал, потому что когда ты так поступаешь, преграждая путь другому автомобилю, пусть он повел себя неправильно, мы не говорим о том, что ребята там поступили правильно, но мне сложно определить на что рассчитывал человек, когда фактически он преградил путь другому автомобилю и вышел выяснять отношения. При этом, выйдя выяснять отношения, мы сейчас увидим на видео, именно народный депутат Мустафа Наем начал открывать двери в рядом идущий автомобиль, выяснять отношения, вытаскивать оттуда человека. Это ничего, это из того, что я говорю, не транслируется широко, но вот есть такое видео, где именно он выходит из автомобиля, именно он первый подходит к водительской двери автомобиля Гелендваген, и именно он начинает выяснять отношения, лезет в этот автомобиль и там пытается выяснять в этом аспекте отношения. Мы, опять же, я подчеркиваю, хочу сразу обратить внимание всех, что мы не говорим, что то, что произошло, красит вот этих вот трех молодых парней. Они действительно, мы убеждены, что они были неправы, завязав этот, вернее, приняв участие в этом конфликте и нанеся человеку телесное повреждение. Но мы считаем, что, во-первых, человек не должен был провоцировать этот конфликт, создавать его, а во-вторых, создав этот конфликт, нет смысла его в дальнейшем разжигать. Но вот на самом деле, вот ситуация сейчас возникла какая? Все, конфликт исчерпан, да, люди установлены все, нескольким избрана мера пресечения, поведомлены на пропедозру, все понятно, что сейчас еще делать с этими людьми. Все, ситуация исчерпана. Если нужно, условно говоря, погасить ущерб какой-то, пусть нам скажут, мы его с удовольствием погасим. Если нужно какие-то другие моменты осуществить в отношении потерпевшего, в этом нет никаких проблем. Но мы озабочены тем, что вокруг этой, в общем-то, бытовой, я подчеркиваю, ситуации, нагнетается именно самим народным депутатам истерия, которая, ну, никак не способствует, а, установлению истины по делу, и, б, не способствует тому, чтобы, ну, каким-то образом стороны примирить. А ведь это у нас, ну, основное, скажем так, основной лейтмотив всех отношений. То есть мы хотим ситуацию как-то исправить. На сегодняшний день, я так понимаю, это невозможно. В последнее время начинают возникать какие-то слухи о том, что якобы в адрес народного депутата поступают угрозы. Я скажу так, что если такие угрозы поступают, пусть Мустафа нам об этом скажет. Мы сами заинтересованы в том, чтобы эти угрозы ни при каких обстоятельствах не поступали. Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был исчерпан, и нам не нужны никакие, ну, инсинуации в отношении каких бы то ни было угроз. Мы считаем, что все сведения о таких угрозах, они надуманы. Ни при каких обстоятельствах наши ребята и, условно говоря, их родственники не ставят себе за цель развивать этот конфликт, угрожать кому-то. Мы хотим, чтобы это все было исчерпано. Но при этом мы считаем, что причиной этого конфликта было как раз не то, что ребята там попытались влезть, а именно то, что Мустафа решил остановить свой автомобиль, преградить им путь и начал выяснять отношения. При этом та лексика, которую использовал, ну, опять же, мы можем судить со слов только участников вот этих вот событий, та лексика, которая была использована, она не оставляла выбора. То есть в той ситуации, которая была на тот момент, как только человек вышел из машины и попытался преградить дорогу другому автомобилю, она уже заведомо была конфликтна, и по большому счету невозможно было уже по-другому эту ситуацию разрешить.